Футбольный клуб «Тверь» одержал уверенную победу в первом матче нового сезона профессиональной футбольной лиги. В минувшее воскресенье, 18 июля, подопечные Вадима Гаранина со счетом 3-1 обыграли дебютанта первенства подмосковный клуб «Красава». Подробности поединка в материале Никиты Васильева. Не успели отгреметь фанфары церемонии вручения бронзовых медалей, завоеванных «Тверью» по итогам прошлого сезона, как коллектив Вадима Гаранина вновь отправился в погоню за самыми высокими достижениями. Сезон 2021-2022 «Тверская команда» начала в родных стенах. В столицу Верхневолжья приехал новичок профессиональной футбольной лиги. Команда, образованная экс-футболистом, а ныне блогером Евгением Савиным «Красава». В новый сезон обе команды ворвались достаточно бодро. Уже на 15-й минуте хозяева усилиями Игоря Турсунова открыли счет. Гол! Влетает мяч в ворота и футбольный клуб «Тверь» открывает счет. Пока это, конечно, делает Игорь Турсунов, демонстрирует трибуном свой седьмой номер. Однако статус-кво подмосковные гости восстановили тут же. Уже через минуту на табло загорелся счет 1-1. Но и ничья в этом матче продержалась недолго. На 23-й минуте Дмитрий Стародуб исполнил идеальную вертикальную передачу на линию центра штрафной, на которую мгновенно откликнулся Никита Еременко и получил выход 1-1. Элегантно перебросив вратаря, новичок Твери установил счет 2-1. Хороший выход 1-1. Влетает мяч в сетку. Но это просто Дмитрий Стародуб блестящий пас сделал. Блестящий пас. И Никита Еременко в первом же своем матче за новую команду забивает гол. 2-1 впереди «Тверь». А ближе к концу тайма Даниил Мортовой увеличил преимущество хозяев до двух мячей. После перерыва игра чуть успокоилась. Счет вплоть до финального свистка не изменился. 3-1 и тверская команда зарабатывает первые три очка в новом сезоне. Комментируя итоги поединка, главный тренер Твери Вадим Гаранин поблагодарил болельщиков за поддержку. Однако отметил, что к игре команды есть определенные вопросы. Для первой игры, для того, что у нас сейчас чуть-чуть новая команда, чуть-чуть новая схема. Болельщики могут, может, неинтересно про схему. Для нас это имеет значение. Не все там понятно по аспектам и по прессингу, и по расположению определенному. Наверное, неплохо мы сыграли. Следующий матч тверская команда вновь сыграет дома. В субботу, 24 июля, в столицу Верхней Волжья приедет Чита. Продолжение следует...